9 апреля на станции метро имени Габдулы Тукая был открыт флешмоб, организованный Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета в честь дня рождения великого татарского поэта. Теперь мероприятие было организовано на новой площадке. Смотрим. На этот раз флешмоб проходит на территории Казанского международного аэропорта. Локация выбрана не случайно, ведь этот аэропорт носит имя Габдулы Тукая. В очередной раз аэропорт Казань имени Габдулы Тукая стал площадкой для выступления творческих коллективов. Теперь у него в гостях студенты Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Они исполнили музыкальные композиции по произведениям татарского народного поэта. Импровизированная сцена разместилась рядом с зоной регистрации в тот момент, когда около 300 пассажиров проходили предполетные процедуры. Также мы встретили пассажиров на прилете, пассажиров, прибывших из Шереметьево, из Москвы. Для гостей аэропорта выступил вокально-инструментальный фольклорный ансамбль «Бэйре». Сам флешмоб называется «Минэм Тукая-135». Ведь именно столько лет исполнится поэту 26 апреля. Задача этого флешмоба – снять видео вместе, которое связано с именем Габдулы Тукая. И поэтому мы сегодня приехали в аэропорт. Мне очень красиво поют. Замечательный концерт, замечательные песни, замечательный народ. У вас очень добрый народ. Все добрые люди. Впечатление Казани очень замечательно. Нам очень понравился ваш город, очень красивый. И мы давно в нем мечтали побывать. Очень понравилось. Прямо завораживающе стояла, снималась для себя и для друзей. Хочу отправить шикарно. Настроение подняли. Супер. Присоединиться к флешмобу может любой желающий до 26 апреля. Снимайте, как вы читаете произведения Габдулы Тукая или исполняйте творческие номера по их мотивам. Видео должно быть снято в местах, связанных с именем поэта. Оставляйте на публикациях в Инстаграм хэштег «Минэм Тукай-135». И не забывайте отмечать Казанский университет и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Диана Жилинкова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс.